Продолжение следует... 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 и все новые и новые пласты покупателей открывались, мы изменили стратегию, стали дискаунтерами, и тогда уже совершенно другая стратегия. Тогда вот как раз те самые приемы, которые вы можете прочитать в книжке про Walmart, про Ikea и про другие удачные бизнес-золушек, которые достигли именно обслуживания самых бедных людей. Конечно, обслуживание больших масс людей, это всегда, если это все сделано успешно, то это всегда миллиард. То есть взять там TES, взять Walmart, взять... Это всегда технологии, в первую очередь. Это всегда логистика, в первую очередь, и премии за это, они огромные. Обслуживание. Чтобы поставить на обслуживание, на поток обслуживания богатых людей, это сложно. И вот сейчас мы видим там тоже Майд Хэнсел и Бутон, как развиваются, да? Это вот такая попытка масштабировать такой действительно настоящий лакшери. Тем не менее, в Ikea у нас оставался, не оставался, а мы его практически скреативили лакшери сегмент, это телефон вверху. Дело в том, что в 2003-м, про них никто ничего не знал в России, в 2000-2002-го, в 2003-м мы начали привозить, потом построили 6 магазинов, и, в общем, это была такая отдушина для тех, все наши первые покупатели, которые были в 98-м году, они практически все стали покупателями вот этих магазинов, вот этих вверху салонов. И опять-таки, вот, что вот нужно вот как человеку, как коммерциалу? Если хочется действительно больших денег, хочется заработать миллиард, конечно, путь господина Арно, основатель Майд Хэнсел и Бутон, он самый сложный, самый тяжелый. Конечно, если хочется заработать миллиарды, то мы не говорим там о коррупционных системах ГАСТРОМа, то нужно идти, конечно, в обслуживание как можно более массового сетра. И сейчас это для прогрессовных гений, это всевозможные интернет-проекты, социальные сети, и даже можно стать миллиардером, если в одном месте взять интерфейс, а в другом перевести на русский название, наложить эти две вещи, можно стать заработать полтора миллиарда. Ну, во всяком случае, сейчас востока оценивается часть Павла Дурова в ВКонтакте, да? Ну, по сути, да, мы понимаем, что это очень переведенное название, где-то древнее, а этот самый, то есть практически Фейсбук. Вот, если то же самое сейчас где-то сделать в ВАФУКе, вероятно, через какое-то время в премию миллиарды не заставят вас ждать. Один из русских инвесторов меня звал сейчас как раз объединенного оператора делать в ВАФУКе. Но лично для меня интересно, именно мне очень хочется опять вернуться к обслуживанию тех самых богатых, капризных обязательных, потому что, мне кажется, это будет развивать в том числе и меня. То есть, так как мне пока есть на что кушать, мне очень хочется именно, чтобы были очень сложные покупатели с очень сложными запросами, запросами, которых они меняют, которые капризничают, которые хотят все немедленно, хотят ночью, хотят все вот как-то вот так, или хотят, чтобы это была поставка вот эту налогку и лодку где-нибудь в Манями. Вот нам это интересно. Мы хотим, мы считаем, что в Великобритании за то, что у тебя есть очень хороший, ну скажем, хочется называть это товаром, да, очень хороший продукт в наличии, и ты готов его очень быстро и с улыбкой доставить. Мне кажется, уже за это в этой стране можно вполне требовать премии. Вот. И нам хочется попробовать в нашем новом бизнесе именно такой, попытаться получить премию на это. Вот. Поэтому интересно обслуживать неприхотливого. Нет, неприхотливого обслуживать, честно говоря, неинтересно. Это достаточно сложная технология, если все время этим занимаешься, все время в эту технологию добавляешь что-то, она очень большая, очень серьезная становится, да, но у нас с квадратным метром в Евросети выхват по выручке был приблизительно такой же, как в Бестбайе в США. Ну, то есть, можно было, конечно, куда-то расти, но так это не было уже очень просто. Вот. В общем, и у нынешней Евросети еще до тех показателей, которые были при продаже компаний, им еще надо года два или три мучиться. Евгений, вопрос, который я читаю тебя, не понял, но я просто выводу здесь в печатном, вы можете присесться с нами. А мне не применение, если я хотел. Так. Так. Изменили ли вы ваше мнение о том, что Грузия обладает одним из самых лучших условий ведения бизнеса после ваших интервью для нереальной политики? А там Тина Танбулаки отметила, что определенная пустошная структура оказывает давление на местную компанию, когда они достигают определенного уровня развития. Да, я по-прежнему уверен, что Грузия это такой либертарианский эксперимент некоторых товарищей типа Аллады Гринскина из ФРС. Это их либертарианский эксперимент. Они хотят показать себе, наверное, и всему миру о том, как может существовать государство по сути по сути но они хотели сделать миноархизм такой, миноархизм конечно не получится с таким соседом как Россия. Но там это государство наиболее правильное. Я приезжал в 2007 году и общался с Кахой Бундукитцем, который тогда был координатором всех рекорд. И я спрашивал, почему они не отменят НДС. Ну, НДС 15% и насколько мы изучили тогда рынок сотовой связи, то есть входить, не входить, я понимал, что на дешевых телефонах это нормально, все увозят, а на всяких многих опять НДС мутит. Еще попасть в страну, в стране, которая на 20-м месте по коррупции еще не упадает НДС нам не хотелось, мы как-то так думали, почему не отменить? год назад отменили НДС, там остался народный продаж. Если посмотреть реальные доходы населения Грузии и вообще что представляет страна, какие обычные проблемы у всех обществ, которые стремились стать либеральными или либертарианскими? Там самая основная проблема, что так как свобода выносится на флаг, то люди боятся защитить свои ценности каким-либо идеологическим органом. То есть либертарианские ценности никогда не защищают, то есть их как бы и так все должны осознавать. Поэтому министерство пропаганды глубоко прийдет либертарианские ценности, поэтому они всегда остаются незащищенными. И в Грузии именно вот мне нравится, что именно на законодательном уровне, причем на уровне конституции вводятся такие вещи, как вмешательство первых лиц страны в бюджет. Например, дефицит бюджета он закреплен конституцией. Уровень госзайма именно уровень госзайма может привести к продаже кусков страны кому-то. Уровень государственного долга он закреплен конституцией. То есть он не может быть там больше, чем 30% и миграция может быть больше, чем 3%, как в Евразоне. Они, по-моему, вот это все именно поправки конституции, что очень правильно. Но что, мне кажется, еще не хватает, конечно, абсолютно нормально, если ты считаешь, что твои ценности наиболее правильные, это абсолютно нормально пропагандировано. И из-за того, что мюджетерские ценности никогда не пропагандируются посерьезно, а таких государств, как друзей мало. То есть существует налоговый рай, как Арабский Эмират, но существует только благодаря воле одного человека, шейха Мухаммеда бен Рашида Мактума, который, например, в нашем офисе висел вместо Путина. Висел шейхмухаммеда. Чекисты об этом знали, кстати. Надо было с этой сделай повесить. Как-то не догадался, я не думал, что это просто платит. Русское общество. Следующий вопрос, родился. Русское оплант российский. Забавил кто, по вашему мнению, на данный момент является лучшим предпринимателем в России или в Адрике? Ну, вот так сказать, что он самый лучший. Ну, назвать талантлив предприниматель. Совершенно нельзя. Есть фамилии, которые у всех на слуху. Например, давайте возьмем Тиньков. есть ли кто-нибудь из города Канинск-Уральский? А ты... Представляете, в стенах вот этого заведения мы не будем говорить слово на «Ж» из четырех букв, но это приблизительно такой уровень. Это глубинка, да. Кажем так, это глубинка. А что сделал Тиньков? Почему Тиньков уникальный? Почему он такой один? Первой его компанией Техношок. Техношок занимался куплей-продажей, как в 90-х. То есть он в одном месте купил это пересекло границу, на тот момент абсолютно прозрачную границу с Финляндией, ну трешка за ход, ну там нет границы, и было продано соответственно в Санкт-Петербург. Это абсолютно торговля. То есть я представляю, как организовывать розничную торговлю и как импортировать. Это непонятный бизнес, есть определенный набор. Каждый бизнес требует определенный набор мозга, определенный набор функционалов. Это бизнес был очень успешным, он его продал. После этого он пошел с производства и начал делать пельмени. И у него как раз родилась дочка Даша, он их назвал Дарья. Но на картинке там изображена не Даша, а то самое место, как мы определили глубинку. И благодаря этому маркетингу компания была очень высоко оценена. Он продал Абрамовича, управляющая активно, который еще не смог сделать пельмени. И они вошли в группу прода и как-то сдулись. То есть оно все держалось на имени Тинькова. Но тем не менее он освоил производство. То есть я не могу заниматься производством. Ну просто не могу. Мне тяжело и потом мне не ближе душа. Он полностью это освоил, разобрался, сделал успешную штуку, надоделал, продал, продал с огромной пельмени. Там он получил действительно приличные деньги, на которые он покупил технологию производства пива. Пиво мы все прекрасно понимаем, на что было похоже пиво Тиньков. Оно было неплохое, но вокруг него была история. И история она была еще очень серьезной, красивой. Человек по имени сам дал, ему помог очень здорово. И история с пивом, то есть он его сделал действительно премиум с пивом. Оно продавалось в Цюрике даже. Куда прилетали наши товарищи, чтобы там Куршабле развлекаться, вот оно даже там продавалось что-то. оно даже не приносило денег, что просто вы видели, что ага. Как здесь, в Викобритании, кстати, продавалось во время Баллоева, когда он в Балтике занимался, здесь продавалась Балтика перешка, рискнерка, то есть здесь рискнерки. А сейчас продается? А, здесь продается. Ну вот это тогда было сделано, чтобы повысить ментализацию Балтики. Вот. А я зашел в Сандерсен и смотрю, продается Старка. Это вот фильм Старка, а там продается Старка. Вот здорово. Продай себе бутылочку. 92 фрунга. И перцовочка такая вот на полдень короче. Так, ответ есть. Окей. Производственный бизнес, да? Потом пиво. Пиво и дистрибуция это совсем другое. Это отличается от производства пельменей. Это пивовары, это совершенно другое. Он опять полностью переключил свой мозг. Полностью переключил свой мозг, сделал действительно очень удачный проект и не успевал его за 200 живого крыша. А после этого полтора года жизни в Калифорнии раз в 2 михи. И после этого он взял этого человека, который занимался карточками виза начальника по игроку, не помню его имени. Вот так вот он был опять. И банк монолайнер, который занимается только одним видом банковской деятельности. И одним видом дохода. Он выдает карточку, где можно брать деньги и вовремя надо вернуть деньги. А если ты возвращаешь деньги вон, то выпадаешь на дикий оператор. Вот. И выдавая кредиты с этих карточек, в прошлом году, позапрошлым уже, теперь он заработал 50 миллионов долларов. Во время такой 50 миллионов долларов. Будьте здоровы. Банковская деятельность это опять совершенно другая вещь. Я пытался этим заниматься, у меня опять не получилось. То есть, чем гениальный Тинькофф? Потому что он попробовал себя в четырех различных вещах и везде достиг успеха. То есть, по сути, за что человек не берется и четыре раза принципиально изменить полностью у себя все в голове. То есть, я не постараю, как это сделать. Я несколько раз пробовал диберские отделы, оптовые отделы, виртуальные операторы, на всем терял деньги. Я вот купить и продать понимаю, а остальное я не понимаю. Вот я считаю мягчайший пример такого неправильного приматия. Есть Давид Икабашвили, у которого еще больше бизнесов. Он один из пациентов имбельдана. У него тоже и молоко, и соки производства, есть девелопмент, есть управление недвижимостью, еще самая успешная компания по производству и продаже химзащиты. Как это люди делают, для меня это всегда забавно. Есть, например, такой неоткрытый публике человек, как Дмитрий Камеш, у которого в течение десяти лет наше доблестное государство пыталось собрать аэропорт Домодедово. Видимо, на какие-то большие ступки пошел, что наше государство устраивало там теракты, а сейчас помогает ему тенгами. Видимо, как-то очень хорошо договорилось, потому что теракты устраивали дважды, чтобы отобрать. В 2006 уронили 20 самолетов, и вот полтора года назад по попытке спецслужб сделать объединенный авиаузел «Домодедово». Но сейчас я чувствую, чем-то ему пришлось очень серьезно пожертвовать, чтобы из состояния угнетаемого он стал вдруг поддерживаем государство. Но опять-таки если кто-то помнит аэропорт Домодедово в 90-х годах, это просто там можно было снимать клипы какой-нибудь хора хором-дург. Вот. Ну ужас. Ужас и кошмар. А сейчас это один из лучших аэропортов в мире. В мире. И там пятый или шестой в Европе по пассажирам оборотов. И в общем то количество технологий, которое там использовалось. У них были арендаторы и с ними очень приятно работать. Ну понятно, что дорого, но все предсказуемо, все четко, быстро, понятно. в общем, они молодцы. Вот, наверное, я бы привел бы, я три года не был в России и в общем-то вот так самому сказать, что вот этот вот молодой я на 100% не могу. Наверное, конечно, пример Дурова тоже впечатляет, потому что сидя перед голубой экраном, то есть в России 55 миллионов человек сидит перед голубой экраном и только отдельно заработит на этом втором году. Дальше? Да, на следующий вопрос мы частично ответили, просят сравнить Евросеть до ее поддруга, 5 назад или Евросеть сейчас. наиболее был бы правильным наиболее был бы правильным сказать вот сейчас Евросеть хочет выплатить дивиденды, она их выплатит, видимо после этого показат, какие они хорошие дивиденды выплачивают, они пойдут на биржу и на бирже будет какая-то оценка. В прошлом году этого не получилось из-за того, что книга заказов не сверсталась. Может она сверстается на этот раз и будет видна какая-то компания оценка. Можно будет взять те показания, которые были там и которые здесь, но если смотреть цинично по показателю, может быть у них показатель будет лучше, чем те показатели, при которых продавали мы. Потому что у нас действительно долг был очень-очень большой, он был совместим с нормальной жизнью компании, но не совместим с жизнью компании в кризисе. У нас должна было сделать пройти до кризиса, но, к сожалению, мы не наши компнеры не выкладывали написанную контракт, и это дело не сделали, поэтому оценка у нас была в середине кризиса, конечно, гораздо ниже, чем, наверное, будет в России сейчас. А так, внешне, конечно, компания больше не нравится, какая бы компания больше не бросить раз, той, которой она стала года через полтора, когда бы мы довели бы до ума нашу стратегию совершенствования сервиса. Мы в конце 2007 года пригласили такого Джона Шоула, если кто-то занимается, хочет свою жизнь связать обслуживанием больших прозрачных сетей, маркетингом или ритейлом, или все, что вокруг ритейла и маркетинга, я достаточно рекомендую прочитать книжку «Сервис как конкурентное преимущество Джона Шоула». Я когда ее прочитал, я после 20 страниц позвонил в Америку и пригласил его к нам. Этот человек промывает мозги, прочищает тромбы и прочищает карму так, как никто другой. И также перед тем, как запустить наш магазин здесь, для тех. То есть для него мы снимали в течение трех дней подряд киноконцертный зал Пушкинский, чтобы оставили как можно больше людей из Евросети, чтобы они просто день побыли на его семинаре. То есть полдня он, потом обед и полдня мы уже вдвоем. неожиданно полусот, чтобы донести людей уже более прикладное. Вот для тех 12, а с учетом офиса 16 человек, которые будут работать в нашей компании, я его обязательно приглашу специально, потому что то, что он говорит, крайне полезно для вообще осознания правильности вот кто как людей возле покупателя и продавца. Великобритании, я считаю, что крайне превратное понятие о сервисе, об обслуживании и скажем так, если взять показатели, если как-то цифровать сервис, то показатель, соотнесенный на средний доход британца, это самое противное кумире. я не знаю, еще такой богатой страны и так плохо сложить людей. Ну, я не понимаю, почему это. Люди такие дрожицы. Мы уже говорили новостей, а вы несколько раз упомянули о вашем нынешнем бизнес-клайке, вы можете подробно рассказать, потому что я могу говорить подробно, то никто не сможет задать, потому что я дал вопрос. Мы очень увлечены этим, и поэтому я постараюсь как можно более кратно. Долго не знал чем заниматься, заходил в каждый магазин, думал, хочу ли я заниматься этим, вот прям по Oxford Street заходил и думал, хочу ли я заниматься этим, не хочу, и много всякой одежды, в Пандоре, чтобы вот эти беремочки, хочу ли я заниматься подбором беремочек, не хочу, здорово это еще покажу дистонизирование набора беремочек или нет. Вот весь Mayfair весь истоптал, смотрел, искал, и в итоге как-то после Нового года не смог купить нужную бутылку вина, с которой связаны анастопические, романтические воспоминания. Причем, достаточно дорогой, никто не подорвался искать. А они спокойно подойдут с вами, можно будет заказать, его привезут. К тому же я был готов предуплазить, и никто не подорвался искать. Потом я нашел магазин, который сказал, что мы тебе его привезем, действительно, через 6 недель привезли из Испании. Ну, нормально. Ну, это не часто встречаешься вино, нормальный. Ну, то есть, это для них нормально. То есть, если приходит сантехник, и у него нет то, чем починить кран, то это почему-то нормально. Я не понимаю, почему это нормально, и, видимо, я не перестаю с вами, и я не понимаю, почему это нормально, но это нормально. Вот. И после этого я попросил мою помощницу найти все магазины, которые занимаются вино, и я понял, что в рынке есть надрыношнее пространство, которое тяготит в основном. Проходите, здесь есть место. Только одно. Вот. Мы поняли, что есть ниша над над рынком, и для многих компаний, которые продают огромные объемы чего-то, вот эти маленькие объемы чего-то дорогого, это скорее в тягость, нежели в удовольствие. И мы решили сконцентрировать только на этом, чтобы это было основное наш бизнесе, и чтобы это было удовольствие. То есть, если тебе нужно самое дешевое вино, вот такое, по луколке, похоже на 07, на которой на самом деле всего 4 градуса алкоголя, чтобы там был меньше акцесс, ты идешь в супермарк, и неприветливая тетенька из Юго-Восточной Азии ее молча бьет-забьет на кассе. Вот ты получишь просто, ну не сервис, но просто бьет-забьет на кассе. Если тебе нужно что-то поприличнее, там, фунтов за 30 или 40, то ты можешь прийти там в White Rose и то же самое положить уже в светом освещенном зале, и тебе на кассе могут даже спросить, как дела? Вот, и дать пакетик из шести, и туда ты положишь. То есть, ты получишь лучше сервис, чем за 4,99, за 20 и получишь лучше сервис. А если ты хочешь вино за 200 или 300, ты можешь пойти в Берри Брадрес или еще куда-то, и если тебе вот, ну не конкретно это, а вот такого уровня что-нибудь очень хорошее, вот, то дяденька, который разбирается в костюме, он с тобой побосит, поговорит об этом, вот, и ты еще подождешь 5 минут, пока он пишет эту систему, вот, спросит у менеджера, вот, потом завернет, ну, нормально, то есть, ты с ним, но ты с ним все время можешь зато разговаривать, в погоде, об этих самых, можно задать ему вопрос о сокращении физ, посеток на это, ну, так, нет, а если тебе нужна бутылка конкретная за две тысячи, то шесть соответственно недель ждать, ну, или за тысячу, и получается, что вот, оно как-то идет на увеличение, а с какого-то момента оно опять в уровень сервиса падает, и это очень неверно. Мне кажется, что если ты покупаешь велосипед обычный, то ты его можешь купить в интернете, если ты покупаешь велосипед хороший, ты можешь купить в магазине, если ты покупаешь машину мини, то ты чуть-чуть подождешь менеджера, потом он тебе наберет этот мини, ты его через шесть недель получишь. Если ты покупаешь полос-ройс, то тебя должны там обрезать, тебе должны привести, все показать, как всё и всё сделать, для тебя его кастомизировать по любимому цвету кожи, но вот оно как-то должно вот так идти, вот как памятник космонавтам на ВДМ, вот так можно, вот так, вот так. Оно идёт вот так, поэтому мы вот эту вот часть решили исправить. Я не знаю, может быть я ошибаюсь, может мы потеряем на это деньги, может быть. Ну вот мы попробуем, в сентябре, когда мы откроемся, будет приблизительно понятно. Ну окончательно понять будет в новый год. Была это не шире, нет. Ну это такое, я рисую своими несколькими миллионами фунтов, ну посмотрим. Я не могу сказать, что это у нас где-то преминальный успех с первого дня. Вот, мне так кажется, но я это не предупреждаю. Ну весь этот ведущий опыт мне подсказывает, что это ниша, вернее, наднишевое пространство, Дальше задают вопросы о вашей жизни в Великобритании. Первый вопрос уже на него ответили. О уровне обслуживания покупателей в Великобритании. С чем вы их связываете, почему здесь низкий уровень обслуживания покупателей? Неприхотливый народ или отсутствие конкуренции? По уровню обслуживания самый яркий пример, который я хотел рассказать, это если вы здесь болеете, вам лучше всего быть собакой. А потом лучше всего быть взрослым и ни в коем случае не ребенком. Почему? Потому что, чтобы получить лицензию на ветеринарию, или ветеринарию, как правильно, есть ли аркология? Как правильно сказать? Я думаю, мазь вам позволить. Ну, а опция, банан, бирога? По аналогии с кулинарией, наверное, ветеринария. Давайте так. Хорошо. Чтобы получить лицензию, ее можно получить по визе ТР1, ТР4 и так далее. То есть, будучи другой долгосрочной визе, вы можете получить достаточно понятный, да, в понятный этап. И поэтому, и это всячески поддерживается, потому что поддержка сельского хозяйства, флажки даже в американских магазинах, что это мясо, то есть в американском холл-фудсе, в магазине, флажки на мясе, что это мясо британское, оно не американское. То есть, покупай его, ты поддерживаешь местных фермеров, ты молодец. Вот, и так как надо поддерживать сельское хозяйство, чтобы была независимость, продовольственная независимость острова от возможных войнных клиентов и с кем-то еще. Ну, вот эта тема, она жива, и она работает. Поэтому ветеринаром стать относительно просто. А врачам стать очень тяжело, можно было написать «доктор», очень тяжело, там просто адские экзамены, и здесь надо иметь паспорт, и прочее. Но самый ад – это лицензия на детских врачей. Между ними есть сговор. Я утверждаю, что просто есть сговор на количестве лицензий, негласно, чтобы детские врачи могли очень много зарабатывать. Все как в заботу о детях. Но на самом деле, что дети получают – это отвратительные сервисы. Медицины в Великобритании нет, особенно нет детских. Например, у нас был случай, когда мы сказали, что у нас подозрение на птичий грипп, и у нас местный врач с года у него не приехал. А мотивирует тем, что он боится детям же заразиться. Вот, мы придумали, я не шучу абсолютно, мы придумали другой вид заболевания. Уже позвонил не из нашего дома, а из нашего коттеджа. Позвонила няня на другую фамилию, и он приехал. Мы ему показали тех же детей, у которых диагноз была короли тяжелой формы гриппа. Это было полторогоднее. Вот. Мы, конечно, могли обратиться и к воткому врачу, что мы всегда их делаем. Ну, вот столкновение с британской медициной, оно такое. Ну, вот в фильме «Король говорит», заикание лечится курением. Вот это выглядело смешно, а приемы вот все те же, не остались здесь. Поэтому при тем, как заводить детей, отложите на счету деньги на частного доктора. Вот. Даже можно наоборот, которые при незаконной работе есть как-нибудь. Да, дальше вас спрашивают. Если что-то такое, отсутствие чего в Великобритании делает для вас жизнь неприлично? Вы сказали, что уже три года вы ездили в Россию. Что-то, что здесь вам не хватает? Здесь не подается оба Джани Барбата. Я не понимаю, почему в Москве есть, а здесь нет. Не, это шутка. Такая шутка. Что? Не привычно? Не было бани. Но через какое-то время… Ну, во-первых, на сцене построили бани. Через какое-то время здесь откроется бани. Они ходят тоже к Олимпиаде, но они тоже говорят, что при 5 сентября. С местными строителями, сантехниками. Все, что вы думаете, вы сделаете летом или сделаете осень. Она называется баня номер один. И баня, кстати, была в Великобритании, русская баня, с 1890-го какого-то года до 18-го года на Куинсвей, где основная русская диастра селила. Там реально была русская баня. Потом она закрылась из-за того, что… Ну, эмигрантский поток поехал во Францию, а здесь вокруг посольства одни коммунисты, и у них, видимо, не было где-нибудь. Нормальный дом. А появились сейчас только количество людей, что не хватает. Ну, не знаю, не хватало цивилизованного ритейла вот такого. Ну, есть здесь, в Эмиратах мне очень нравится ритейл. Молос Эмирейтс такой, это Порчо Мат. Ну, сейчас есть Вастфилл. Ну, вот, я не знаю. По сути, Лондон – столица мира, здесь есть практически все, что уже нужно. Поэтому так, чтобы что-то не хватало. Да и все хватало. А в Беллужи бачок закажут. Вот. Вы не ввозите сюда эта рыба. Ну, мы подумаем, что с этим делать. Кстати, мы нашли отличную черную икру в Италии, которая производится на ферме и засаливается, и промывается, как привыкли россияне. И похоже на хорошую нашу нормальную икру, и мы начнем ей тоже торговать. Здесь фунтов, наверное, восемьдесят будет стоить баночка. Ну, дорого, но все равно не так дорого, как в детстве. Раз в полтора дешевле, чем в детстве. Так что на праздники, я считаю, очень правильно. Следующий вопрос тоже о жизни, о бытии. Просят описать ваш обычный день здесь, при живом Великобритании. Хобби, привычки. Так что вы можете поменять. Обычный день жизни у сидящих в этом зале гораздо интереснее, чем мой. то, что вы получаете новые знания, учитесь, общаетесь с интересными людьми, которые в таком познавании развития, активной стадии развития находятся. А про привычки, про полезные привычки мы не будем трогать, только про полезные. Года полтора, уже два назад, первый раз мы поиграли в поло, и нас эта игра заворажила. Мы с старшим ребенком играем в поло от одного до трех раз в неделю. И если не поиграть в полную неделю, это вызывает ломку, похожую на такую наркотическую, ну реально ладно, хочется наложать. Это вот то, что из нового. А что еще? Очень люблю гулять по МФР, узнать, что происходит именно с тем ритейлом, который будет нашими соседями, или которые являются нашими конкурентами. Мне очень нравится, как я увидел за, по сути, 7 или 8 лет, когда я сначала ездил туристом, а теперь эмигрантом, я вижу, как меняется вот эта территория, да, меняется все вокруг, и оно меняется в лучшую сторону. То есть оно становится интереснее, краше, и те люди, которые приезжают в Лондон, они меняют это в лучшую сторону. Именно и своими деньгами, и своими запросами, и своими требованиями изменяют прям в лучшую сторону. Что еще? Ну, уикенды, они очень такие простые. Каждый жарит мясо и вино, и вы понимаете, это достаточно длительное время. А по воскресеньям баня, это обязательно. Ну, что еще? Ну, как бы так. Я думаю, что когда начнется магазин вот так, каждый день, мне будет очень интересно довести его прямо вот, мне хочется довести прямо до идеального состояния, именно в уровне обслуживания. Ну, постараться приблизиться вот к отметке 100% количеству именно вдовы покупателей. Вот есть такая задача. У нас будут две книги. Белая книга и черная книга. В белую книгу будут писаться все положительные отзывы, а в черную все отрицательные отзывы и статьи. И вот мы хотим, чтобы как бы было соревнование. То есть мы будем раскрывать перед всеми все, что о нас написали в голову. Это, я думаю, чтобы это нас стимулировало, улучшало нас. Кстати, вопрос. Как Вы считаете, с какими бизнес-партнерами будем работать с российскими или западными, или, может быть, с израцскими? Вот Вам как? У меня было в университете запрещение работать последние только из одной страны, из Израиля. Потому что нам как-то не везло. Все израильтяне, которые занимались продажей мобильного телефона, все время пытались нас обмануть. И поэтому не на всех инфидентах, кроме тактики. Поэтому абсолютно нормально. Но есть своя специфика, так абсолютно нормально. Мы же, когда телефоном занимались, тоже были и корейцы, и шведы, и американцы. Ну, нет какой-то большой разницы. Потом, когда ты уже представляешь английскую компанию, уже как-то люди себя ведут спокойно, подверженно. И доверие больше, с одной стороны, и вряд ли какие-то выкрутации. Потому что британская охранительная система и британские курсы – штука такая. Товар, деньги, вот оно шло независимо друг от друга. То есть, если у тебя недели, скажу, я, а два часа в следующей неделе. Говорят, а у тебя проблемы? Да, у меня проблемы. Ну, хорошо, я тебя дружу. Ну, каждый человек, который никогда не видел, люди отгружали на миллионы, просто верно на слово. Это очень удобно. Я хочу сказать, что не осталось ни одного поставщика, который не был бы доволен. У нас ни разу не было судов с одним поставщиком, и мы ни разу никого не делали. И в России, в мою пытность. У нас были тяжелые терки по ценам, тяжелые терки по условиям, но у нас ни разу не было судов. То есть, на нас когда-то даже уже в кризис подавали в суд, но у нас ни разу мы не доводили в суд. Ну, когда действительно было плохо с деньгами, мы в Кингаре поставили очередь, которая там всех устроила. Но, тем не менее, все долги и все долги, которые после нас остались в Евростяне, все обслужены как банком, так и всем людям, которые давали толпы, так и уже всем поставщикам, абсолютно все. Там очередь была, в итоге поступили с года на полтора, но тем не менее, все получили, все должно было и в России, и в Евгарище. А как Вы считаете, в России вообще, в принципе, возможно настроить бизнес честно и знакомо? Или все равно приходится иногда поступаться такими принципами честности? Конечно. Но ты для этого, например, должен сначала пойти работать ментом, а потом ты можешь открыть пиццерию. И если ты захочешь платить пиццерию налоги, ты их можешь поплатить, если честно, но за то тебе не придут менты. Ты можешь и там получать 400 рублей, работая ментом, а все остальные деньги зарабатывать в пиццерии. И все узнают, что менты, и все некоторые придут. Можно так сделать. Вообще в новую форму, если честно. А как Вы смотрите на перспективы? Я прошу прощения. Малый и средний бизнес, он может быть вполне честным. Торговля продуктами может быть честной, даже 10%. Торговля до недавнего времени медикаментами вполне могла быть честной. То есть там достаточно было тоже низкое налогообложение. Ну и что касается торговли. Естественно, что касается лицензионных вещей, там все, конечно, модно. А что касается добычи, там понятно все, коррупционно. Так вот, к вопросу о высокотехнологичном университете в России. Сейчас, наверное, говорится о развитии инноваций. Вот строится этот проект Сколково. Как Вы видите перспективу таких вопросов? А почему не Сколково? У нас тоже есть свое мнение по этому вопросу. Ну вот, если бы Сколково было бы столько привлекательно, то, во-первых, Вы все были бы в Сколково. А также еще часть людей, которые здесь учатся, тоже бы поехали бы в Сколково. Потому что там было бы все инновационно, а здесь все как-то очень традиционно. То, что начиналось как проект для галочки. В какой-то момент этим воспользовались для, в том числе, политических целей. Ну и потом, это же неправильно, когда ты сидишь там в Белом доме или в Кремле, а дети учатся здесь. Ну это как-то неправильно. Ну и пацанство. А здесь вроде все недалеко и вроде все прилично. Как-то так, для своих. Ну да, в такой коррупционной базе, которая есть в России, вообще ничего не может выразить. Ни одного прямого дерева не может выразить. Ни прямого ритейла, ни прямого Сколково, ни прямой науки, ни прямой торговли, ни прямого производства, ни оборонного комплекса, ни производства самолетов. Ну ничего не может быть прямого. Просто ему не может быть. Поэтому это зараженная почва и какое зерно туда не посади, оно даст кривые платы. Если вообще не так. То есть только сырьевой бизнес, остальные? Нет, сырьевой бизнес не будет. Ну если взять все, что Россия подала за последние десять лет, это 20 с чем-то триллионов долларов, это страна могла быть второй после Китая, после уговорительного региона. И по доходам населения, ну во всяком случае уже где-то толкаться локтями где-то в среднеевропейском уровне. Но это же банда, она же все втырила. Все втырила, а что самое ужасное, она не дала этому создатку, да? То есть огромное количество прибавочного продукта, то просто из-за коррупции оно просто не создалось. Поэтому эти деньги, они не стали стоимостью. И сейчас ситуация с золотом, нефтью и газом такая, что Россия в течение десяти лет может стать страной, если не номер один, то в пятерке, в четверке, наверное. Ну, как вы голосовали, все мы с вами понимаем. Самое ужасное, это не 63% нарисованных процента, а 31% реальный. 31% он реальный. И вот, ну, собственно. В связи с таким итогом выборов или голосования, вы ожидаете каких-то принципиальных изменений в сфере экономики, политики, в сфере бизнеса в России? Или просто будет продолжаться то же, что и есть? Ну, знаете, если бы сейчас можно было бы вызвать Бориса Абрамовича, еще раз повторить, что он произнес, что он летом будет в Москве, я не знаю, чтобы я отдался на терроризацию для того, чтобы Борис Абрамович летом был в Москве. Ему кажется, что инаугурации не будет. Но у меня нет сомнений, что инаугурация пройдет на ура, и после нее будет парад с огромными бомболетами над Красной площадью и еще больше жесткой риторики на весь мир, как мы всем покажем. Так как креатива у оппозиции нет, но оппозиция находится в активном поиске, но, тем не менее, креатива нет. Идеологические плиты хотел поставить. У них нет идеологии. Это очень хорошо. Но оппозиции у него тоже нет. Это не здорово. Так будет крепкая идеология, не связанная с национализмом или красными флагами, но действительно такая крепкая идея. Там ее можно будет противопоставить. Сейчас я не вижу, почему это произойдет. Поэтому пройдет инаугурация. Более того, с ними все поздравят. И абамцы, и камеровцы. К сожалению. Ну, спросите, продолжу эту тему. Как Вы считаете, когда все дела оппозиции, средства плода оппозиции, будет хуже для них? Будет то же самое примерно? Или, может быть, какая-то поддержка реализации? Я считаю, что осенью, вот этой самой встречи, мы уже соберемся подъездить. И все вот то, что вот эти были послабления, и всех пересажали, если немножко. Они готовы жмять в любой момент. После выцарения короны. Вот. После выцарения короны на руку ничто не будет мешать нажимать на руку. Ну, это реальность. Как же не хотелось считать по-другому, это реальность. И если произошла бы смена власти, то могло бы, и не так бы иначе оказать... А, смена власти может произойти сейчас, только при драматическом падении цен на энергоресурсы. Дело в том, что от нашего доблестного государства зависит 60 миллионов человек, 60 миллионов человек, 40 миллионов пенсионеров из-за провала, возрастного провала там... Ну, пенсионеров примерно 40 миллионов из 128 живущих в России, потому что 12 не находятся в России. 128 живущих в России, а вот те, которые... А, действительно, живет 140, потому что 12 или 15 старбайтеров в общей сложности. И... А голосующих... Вот та масса людей, из которых есть голосующие, она, соответственно, 128 из них, те, которые никуда не ездят, да, это 40 пенсионеров, и 20 миллионов человек — это те, которые получают всевозможные социальные пособия там. Пусть они маленькие, там, матери, или там, одиночки, менты, военные, инвалиды, люди из-за вещей. То есть, это 20 миллионов человек. Когда останется... Сейчас, да, продается много нефти и газа, получается 10 миллионов золота, да, из которых людям отдаётся один, а 9 делят своих, делят браком. Так вот, когда придет на 3 мешка меньше, они свои все равно заберут, а людей они не забудут покормить. А она по-другому не работает. Так не получится, по себе нельзя людей покормить. И, например, я вот верю, например, вы сюда позовите, знаете кого, Гуриева, Сергей Гуриев. У нас матка и нас тут. Да, обязательно. Он занят сейчас, преискорее он должен приехать. Расспросите, вот обязательно, спросите его, потому что я, честно говоря, из всех, кто делает какие-то прогнозы, наибольшим образом ему доверяю. Он уверен, что больше чем, там, 18-й год, как бы не развивалась дальше хорошо экономия, как бы не развивали цены на ресурсы, невозможно даже существовать в нашем государстве при нынешних расходах. Потому что если, я получил там речь, по-моему, в 2011 году в начале про расходы есть на блоге. Ну, вы можете посмотреть, так как вам много вообще занимается экономикой, экономистами. Кто? Ну, вот ради прикола, ради прикола есть на чик 8 с ним, livejournal.com, я много раз спросил продолжить сектаближку раз в пределе, никто не может продолжить. Там цена на нефть, доходы государства, уровень нефтегазовых доходов в структуре, ВВП и расходы бюджета. И там видно, что расходы бюджета растут все, понятно, первые 8 лет, которые тучные когда называются, они растут и в 8-м, и в 9-м, и в 10-м, и в 11-м. И по прогнозу дальше и в 12-м, и все. Этот ком, он несется. Они не могут каждый год, ни в один из следующих лет они не могут украсть меньше, чем в предыдущих. И они не смогут остановиться. Потому что иначе у них там между собой просто начнется там война, иначе начнут всплывать такие люди, которые рассказали про дворец за миллиардом, и так далее, он не может остановиться. И они никогда не остановятся с расходами. Они будут тащить ровно столько, сколько могут физически утащить. И в какой-то момент они не смогут выполнить социальные обязательства. А самый поздний срок, когда это может произойти, это 18-й год. Например, драматическое падение баррелей нефти с 300 или 400 баррелей долларов до 100 разорвет просто в плодший бюджет. И для меня, пожалуйста, в общем, может быть, Россия в какой территории, если при графическом положении установить, эффективно существовать? Эффективно существовать? Ну, конечно, она же существовала при Александре Третьем. Эффективно. Прилитая она существовала? Эффективно? Конечно, может существовать. И развиваться серьезными большими темпами, конечно, может. Но представьте, что Россия – это 78 грузий. Ну, так это ведь отделитель. Ну, если дать, если дать, вот, вот, настоящий федерализм, дать достаточно свободы, в рамках одного законодательства одной конституции, дать достаточно свободы, сделать самую сборную налогу. Вот, каждый день. Что? Он не смог откалываться. Что? Он не смог откалываться. Если они, если они, конституционно не смогут откалываться, как они не могут откалываться? В конституции же, он может закрепить, что страна может увеличиться, может помешать. Задачи, когда они могли не откалываться. В конце откалывались, правда. Ну, пока все было нормально, но откалывались. Ну, здесь, правильно законодательно подойти, и, можно создать достаточно много, достаточно много свободы. Ну, например, у Польши и Финляндии, у нее уже, там был свой семь, там, и Финляндия, Финляндия, да, она, так, достаточно, достаточно условно, достаточно независима в себе. Достаточно независима в себе. Вот. Но при этом, одни границы, одно экономическое пространство, одна, один налоговый, единый налоговый подход, и, все равно, там, круглая Сибирь, донор. Да? И, это, донор, именно, за счет тех денег, которые идут в продажи, там, золота, нефть и газа. И, продавая золото, нефть и газ, в России, можно провести сейчас, реформы, любой степени сложности. А, самое основное, реформа образования. Ее можно много, многолетнюю реформу, провести, полностью изменив, ну, не менталитет, но, во всяком случае, то, что, большую часть, знаний, которые у людей в голове, отношения между людьми, отношения к человеку, к самому себе, к понятию свободы, соотношения себя в обществе, там, себя в мире, можно на много, на много лет изменить, ну, как бы, покатить шары совершенно по-другому. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Не нужно такого громоздкого государства, не нужно 2 миллиона человек, их не нужно. Знаете, что на тысячу человек в Великобритании два полицейских? В России знаете сколько? 27. А уровень раскрываемости преступлений на одного человека в 10 раз больше, чем в России. Ну то есть огромная громада людей, которые просто ничего не делают. А за маленькие деньги она существует и занимается ограблением наций. Ну то есть это не то что социальный, это обрыв социального лифта. То есть если в нормальном обществе самые талантливые, лучшие люди по принципу меритокарти должны идти вверх, то у нас вверх идет генетический мусор. Те люди, которые здесь живут в лагерях для обедных, у нас с трехолорами снегалками ездят. Ну люди с таким менталитетом. Потому что они удобны нынешним властям. Без воли, без совести и без каких-то вообще какой-то гуманитарных культур. Это очень человек-функция. Удобные проблемы. Так, извините. Да, я хотел задать вопрос. Вы упомянули такой момент, что что меня посадило в России, а в нынешней России? В нынешней России. В нынешней России, да. Уже прошло 20 лет. Закроем тему Советского Союза и все остальное. Почему не поделили до сих пор, допустим, как в Америке. В Америке управляется вся страна многими, ну, несколькими семьями. То есть и в плане обстановки для бизнеса она замечательная страна, если ты живешь по правилам этих семей. Почему в России на данный момент такая обстановка еще не сложилась? И экспансируется ли сплетие вот этих недоразвитых слоев наверх кем-то еще, кроме российских чиновников? То есть кому-то это надо. То есть я привожу в сторону больше Америки. Знаете, я был в Америке очень мало, и мнение показало, что Америка управляет с несколькими семьями. Они любят, видимо, эту прибаутку. Есть несколько влиятельных семей в Америках, есть несколько влиятельных в России, в Америке. Какой высокий фактор влиятельности семей? Вот там вот действительно. Но сама нынешняя как бы система, она полностью сосредоточена на том человеке, на пути. И, по сути, она на нем и держится. И такие могут быть семьи, если есть один. Ну, по сути, вот такой, скажем так, не знаю, четвертый экспонент царя. Ну, уже болезненного. 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 Но, допустим, если он был нормальный царь, то тогда мы бы жили там. Если бы он был нормальный царь, мы бы все жили там, а профессора отсюда, из Германии, из Штатов, за деньги привозились бы туда, и нас бы учили там. Вас бы учили там, а я бы там без порт продавал телефон. Если бы это был нормальный царь. Даже при отсутствии каких-то демократических свобод. Тот царь, который мы любим, который, ну, водку называем, через которого Геродан называем, вот тот царь, он вот такой был. А это не царь. Это человек, похожий на царя. Ну, даже у человека, у кого, кто может быть похож на царя, у него игра приходит? Хорошую мысль сделать? Ну, да. Приходит. Для себя, в основном для себя, для своей братвы. Да, вполне. Пацан сказал, пацан сделал. На ваш взгляд, модель какой общественной политической информации была бы для России наиболее приемной? Понятнее для народа? Примерно. То, что больше всего сделать, то есть вот на самом деле, вот такого же царя, как Мухаммед дед Рашид Али Мактул. Такой щедрый, справедливый, прорушивший все, ну, практически это государство советского ислама. А там, ну, вот на Равнице, в полуострове есть русская церковь, вот колокола пока не разрешают петь, но я не смешно, что с какой-то момент они смогут это сделать. А, да, вот нельзя пойти в зоопарк, в общественные соображения очень-очень голые девушки на майке. Вот. Снять и дать. Да, эти перегибы есть. Но они в Грузии есть. В Грузии, например, нельзя сказать, что я вор в законе. То есть за эту фразу сажают на 10 лет. То есть это вор в законе, а по воровским обычно он не может сказать, что он не вор в законе. Ну, вот это претворяет полностью свободе слуху. То есть я могу себя назвать вором в законе, могу назвать себя египским, египским, кентерберистским, кем угодно, Наполеоном. И за это, ну, если они на кого-то нападают, то даже психушку посадить не могут. А там могут посадить в тюрьму. То есть, ну, конечно, есть перегибы. Наиболее просто, почему вот сейчас много флагов, где белый, желтый и черный. Потому что наиболее просто поменять царя на нормальный, да? Скажите, вот есть человек, который очень ответственный, очень честный. Вот будет так, так, так и так. Вот давайте все ему поверим, дадим ему шанс. Вот он уже вот этих посадил, вот этих убрал, шашки начал рубить. И все, нас будут во всем мире уважать. Вот и островов не отдадим. И все, и приватизацию пересмотрим. И все еще раз получат там какие-нибудь деньги. И вот столько сборки у нас будет падать. И долги по ЖКХ, всем прости. Вы же ведь страна эффективна. Конечно, я хочу. Даже такого человека не знаю. Почему вот этот... Каждый арабийский астрономик управляет тот или иной человек, да? И очень много царей взять, все в Африке, в Бахрей. Но, да, Катар подтягивается тоже, но там, конечно, свободы меньше. Но страна, как Эмираты, где 25% всех высотных кранов находится, она такая одна. Потому что вот такой уникальный человек. В России были люди, которые сделали много для развития страны. Но какими силами и средствами, какие-то последствия потом... Как это в инвентаритете отразилось? Если почитать российскую историю, это же... Ну, это же постоянное насилие над... Или постоянные генназии. Российская история – это постоянное уничтожение инвентации. Это 150 обощённых наций и народов. Вот как в седьмом месяце как-то спустились, так это постоянно только через колено. Вот это всю большую территорию. Можно ли исходя из либеральных ценностей управлять в нынешнее время? Да, конечно, но ментально это только через очень длительную, большую реформу образования можно сделать. И с первого класса нужно, наверное, вводить предмет «человек в мире» свободы и права человека. Вот прям с первого класса по один урок в неделю был. Где вот от этого всего советского постепенно, постепенно, аккуратно, без ломок опять через колено, на примерах, на играх. И 25 лет даже мало что-то прошло. Как пел Тимур в шару, пока не вымрут все, кто голосовал? Евгений, а вот очень приятно, что Вы затронули тему гиберторианства, потому что единицы на самом деле так вообще открыто не говорят, хоть она ей довольно насущна сегодня. И хотелось бы спросить вот по поводу Америки и по поводу России. Было два примера совсем недавних. В Америке это Рон Пол, которому уже 77 лет, и он такой вот явный гиберторианец, который всегда поддерживал эту линию. А в России, неважно было это технически или нет, но по крайней мере программа была более гиберторианская у Михаила Прокора. Ну, по крайней мере с обменой НДС, с некоторым уменьшением бюрократии и так далее. Прогрессивное штыкало налогов, это какое такое либерторианство? Ну, значит, там были такие... Ну, просто, к примеру, спроси насчет либерторианства. Она либеральная и популистская. Ну, вот тогда более сконцентрированной Америки. Почему вот в ходине, по сути, и бизнеса, и свободного предпринимательства даже там обходится вниманием и медиа, и самих людей стороной, такие люди, как Ромбок, которые предлагают, по сути, программу, которая придала больше особенных людям на их собственное развитие? Люди хотят опираться только на свои силы. Это, ну, через... Это же так удобно жить за счет других. Оставаться всегда ребенком жить за счет родителей. Это же у нас есть крови. Не становиться взрослым — это у нас есть крови. А либерторианство — это вот когда ты взрослый. В либерторианстве, в чистом, там даже детям нет места. Ну, по сути, да. Вот если вы читали Айн Рэнд, у нее нет места детям. Почему эта книга полезна, да? Потому что, ну, вот если взять, там, весы, там, левая модель и правая модель, вот Россия, она вот то так, то так, то вообще вот так. То есть нам на эту чашу весов нужно положить другое знание, чтобы, ну, сдать, что... Ну, вот те мысли, которые есть во многих головах, именно мысли либерального толпа, чтобы как-то упорядочить. И тем самым эта книга полезна. А в чистом либерторианстве, в таком крайне правом радикальном, там нет места детям, там место личностям, созидателям и талантам, гениям. А людям, которые не хотят ни о чем другу, кроме своих рабочих часов выполнять ту функцию, с которой будет потом обмен на виду каких-то зрелища, там места нет. А таких людей большинство. Вот мы в самом начале, я уже сказал, что либерторианцы никогда не считают своим, как бы, долгом защитить свои ценности. Лучше бы, конечно, Михаил Саакашвили, мы когда-нибудь с ним познакомимся, ввел прямо официально пропагандистский орган, который бы именно включил, ну, вот опять-таки, да, с детства именно личности в мире. Вот, чтобы свобода одного заканчивается и начинает свобода другого, вот это, оно шло со школой. Потому что оно не может идти из СМИ, если семьи, понятно, все родились в Советском Союзе, а жизнь пришла одна, которая ассоциируется ровно со словом «хорбаться». Вопрос непростой, и прямого, наверное, ответа не надо. Но нынешний пример в Греции, Испании, Италии показывает, до чего доходит желание людей жить за счет других. Они живут в конченые бездельники. Они привыкли, что откуда-то появляются деньги, в каких-то банках берутся деньги. Из-за того, что он себя не нашел в этом мире, ему платится на 60-70-80% его зарплаты, когда он уже давно, уже много лет ничего не делает. Вот сейчас люди очень в российском телевидении показывают, что это оккупирует Wall Street. От 3 до 70 тысяч на самом деле собралось народу. Да, действительно, 70 тысяч собралось людей, которые хотят жить за счет других, которые привыкли за счет других, которые лишились работы в 2008-2009 году, лишились работы, потом по американскому закону 2 года получали дотации, а потом они закончились. И оказывается, что Wall Street надо оккупировать. Не работать там, а оккупировать. Ну, взять чужое. Но по российскому телевидению не было демонстрации, а в прошлом году, которое было «Ти и Пати», на которое было 1 миллион 200 тысяч человек, которые хотят капиталистические ценности и снижение налогов. Там вышли те самые, которые работают. Которые не могут 3 месяца оккупировать Wall Street, которые вышли один раз и показали, что их миллион 200 человек, которые выйти на улицу абсолютно мирно и сказать, пожалуйста, срежьте налогов, мы работаем много в этой ситуации. И то, что сейчас именно в эту сторону тоже идет движение, это очень важно. Наконец, может грекам кто-нибудь объяснит, что бутылка воды, которую можно купить за 1 фунт, она создана людьми, и вот этот фунт надо заработать, чтобы его купить. Нужно тоже что-то делать, чтобы получить эквиваленцию труда. Ну, вот как-то так. Потому что у людей это даже нет, оно вот за это время вот этих социалистов, оно вымылось из сознания. Очень просто вот в отшах лавки ничего не делать. Правильно написать, вот, я голодный, дайте еды. Вот, не просто ждать людей. У меня потребность в еде, мне больше очень много. В доме этих людей, пожалуйста, содержите общество, содержите меня таким, и за это я не буду бунтовать. И сколько таких людей в Европе с таким сомнением? Десятки миллионов человек. Если бы существовало нормальный рынок, они бы все оказались бы на рынке, и они бы снизили бы себестоимость вообще всего. Да, все стали бы беднее, но хотя бы то, что производилось в Европе, было бы неприятно способным. Кстати, републикания тоже касается во многих. Скажите, по поводу коррупции. Коррупция была в Савкера, коррупция была в 90-е, коррупция была в Путине. Вот, если абстралируется от Путина, шанс есть как-то, и Россия остаться без этого явления? Ну, серьезный вопрос. Давайте не будем путать коррупцию в Савкере и коррупцию при Путине. А коррупция в Савкере – это детский лейт по сравнению с тем, что есть сейчас. То есть, если взять… Если ты таланты в Савке, и не высказываешь при этом политические взгляды, мы не берем савоку 37-й год, мы берем 60-е, 70-е, если ты таланты, ты мог продлиться. Во всех случаях не был бы богатым человеком, но там огромное количество всевозможных социальных и психологических компенсаций. Например, если ты живешь на 30% лучше, чем другие, ну, человеческое счастье, да, или человеческие там удовлетворенности, даже не счастье, удовлетворенность собой, она в зависимости от того, что ты живешь идеально, да, и сидишь на золотом унитазе, а если ты успешнее других, то тебе это всегда дают понять, и, ну, нормальным человеком это приятно. Ну, откровенно говоря. Вот, и в Савке можно было добиться вполне, если ты таланты. Если ты таланты, да, я не высказываешь, ничего как коммунистический парт. Так что коррупция была, конечно, гораздо меньше. Конечно, гораздо меньше. И приедет с ними было гораздо меньше. Я там была такая очень смешная. Ну, вот то, что сейчас, вот сейчас, и она идет по нарастающим. Сейчас это зима. Заглюнет там пройдем. Вы давно не обидели? Ну, вот. Ну, я уменьшал, хотя бы не все уже, ну, просто невозможно. То есть, в какой-то момент реально рынки выбирались. В 97-го выбирался рынок авто. Да? Все автомобили стали ростомариваться. Этот рынок выбирался. В 96-го выбирался рынок фармацевтики, когда Ельцин записал 10% МДС, потом, когда еще отменили налог на страдажу, выбирался полностью. В начале 2000-х очень серьезные изменения произошли на рынке продажи гидрид. Посмотрите, на бирже. Какие компании... Ну, я больше про розницу. Какие продажи на бирже? Ти-жи-конволь, да? Автор, который продает, по-сределям, там, Тикси, там, Перекресток, М-Видео, вот, совсем недавний бизнес, электрошку. Кто вышел на биржу в последние 4-е годы? Никого. Магнит, опять-таки, да? Ну, вот, если ты торгуешь едой отечественных производителей, ну, вот, более или менее, можно там, практически все бизнес-процессы выделывали. Ну, вот, что я знаю. Консультации по пожарной безопасности можно отдать на отсутствие. Евгений, скажите, пожалуйста, по каким конкретным СМИ вы следите за ситуацией в России, в мире, по-российскому, по-британскому? Можете перечислить какие-то наиболее предпочитаемые газеты, радио, телевидения? Ну, у меня в британских спутник на тарелке так и не стоит. Вот. Блумбер, BBC, РБК, ФИК, и я очень люблю российское официальное телевидение. Я, на самом деле, второй, вот, я этих людей уже многим помню, вот, и мне очень интересно, как они все. Не, я так слышу. Я больше на одном канале, чем минуту не задерживаюсь. Трубка, которую мотать вперед, она самая продавленная, и у ней уже нету путеводничьего. Еще вопрос, пожалуйста. Вы сказали, что сейчас государство понимает идеологию. А Вы как помните, какая идеология поможет больше всего? Ну, если бы государство придет, какая идеология поможет России? Конечно, если бы кто-то мог обречь красивые слова именно идеологию свободного труда, труда и свободы, то, что ты сделал, у тебя полное право на продукт того, что ты сделал, то, что ты купил, будь то дом, машина, бассейн, или что-то, это твое навсегда. Вы знаете, что? Джип, он твой не навсегда в России, да? Если ты купил машину джип, его нужно в военкомате, потому что, в случае войны у тебя есть отзбек. Если ты построил бассейн 24 метра, он твой, ты в нем можешь плавать. А если ты построил бассейн 25 метров лично, по закону России, туда могут прийти военные начательные плавы, а может прийти сборная России и использовать его для подготовки для плавных. Это закон, действующий в Российской Федерации. Я не шучу абсолютно. Да, мы не слышали, мы специально строили 24 с половиной метра, 24 с половиной метра. У нас в бассейне было 24 права дороги, и 3. Потому что раз, вышел с балкона, и тебя 20 солдат. Так вот, если говоря серьезно, кто-то может в простых выражениях сказать, что налог десятина, он ментально, это то, что ментально люди готовы отдать. Причем может десятина на самом деле брать и с работодателя, и с работника. Да? Но вот то, что люди ментально готовы отдать, это десятина. И если все внимательно посчитать, если все будет платить, то если все от нынешних доходов заплатят десятину, то сборы бюджета будут больше, чем в 2000 году, при котором Россия выросла больше на 10 процентов в национальной программе. Ну, на секундочку, если все посчитать, то это гораздо больше, чем... Но нельзя бы строить за 10 миллиардов мост на остров Русский, где живет 3000 человек, где останется Афтес. И нельзя будет за 40 миллионов делать Олимпиаду в самом теплом месте России, где по погоде в феврале где-то 7 дней закрытая Айрана. И так далее. Вот таких вот чудес, на которых можно будет украсть островочное количество денег, вот их нельзя прикрызнуть. Кстати, по поводу во сколько обошлись выборы. За всю историю, ну, не считая кризиса. А, отвечаю на ваш вопрос. Человек, который четко, или партия, или группа лиц, который четко скажет, даст, подберет такие слова, которые поверят люди, что продукты, каждый продукт труда каждого, он имеет на них полное право. И то, что твое, твое навсегда. Если ты построил этот дом, его никто не может, или купил этот дом, никто не может пересмотреть задним числом в итоге приватизации, никто не может пересмотреть, что это неправильно, вот эта вся земля была выделена. Никто не может решить, что, знаете ли, череп, вот то, что построили здесь поселок. Вам не кажется честными людьми? Кстати, просто кто-то интересен. Просто вас спрашивают. Черепу я не знаю, что мне симпатично так внешне. Я все жду, когда на все это зеленые что-либо хотели. Вот на себя, потому что это же хороший цвет, он ничем еще не замаривает. Но если белый, то тоже нормально. Но главное его использовать в этом ходить. Навальный, Навальный, он молодец, он пытается, вот именно такой объединяющей силой выступить все оппозиции, он с таким мягким национализмом, такой очень, с намеком и туда, и туда, и туда. Но, во всяком случае, его голос самый громкий среди оппозиционеров. То есть, когда они начинают сраться, а он, извиняюсь, а он говорит, делаем так, то в итоге он умеет слышать, более-менее он чувствует и аудиторию оппозиционную, и аудиторию. На улице, кстати, он не всегда. Вот. Когда он кричал в таком гибельсовском стиле, конечно, многие, да, лица двумя образованиями вы помошили. Но, тем не менее, вот, то, как он чувствует, других пока нет. Поэтому он, реально, объединяющая сила оппозиции. Поэтому он самая большая мишень, к сожалению, для... Ну, вообще, так, реально. А с Прохором я познакомился один раз на экономическом форуме в Сочи в 2008 году, в чем мы постояли втроем, Павловский, метр девяносто четыре, и Прохорова, наверное, четыре. Я ощущал себя очень забавно. Вот. Я был самым маленький. И он тогда уже сказал, что я... Мне все было понятно уже весной. То есть, в прошлом году я с весны в кэше, я вообще ничего не делаю, я приехал на вас на дураков посмотрю. А Прохоров, он смотрит на много шагов вперед, он реально очень умный человек. И то, что он сейчас сыграл договорной матч, ему плюсы, он получил плюсы и в оппозиции, и там, и там, и там. Он вообще молодец. Он делает свою карьеру. Как только... Зато как только произойдет какая-то серьезная дата, начнется действительно сдвиг, то будет понятный политик Прохоров с понятной программой за бизнес и так далее, и он впишется в новый вклад вещей тоже. Не, он молодец, но надо понимать, что это был договорной матч, как мы это все и увидели. Единственный самый маленький футболист, который не хотел играть для главного матча, его оставили в раздевалке на Ивановске. А что вы думаете о Кудрине? Он действительно встал в оппозицию власти из-за своих либеральных кемовов, или просто властям выгодно иметь под запасного человека, не противного нас, на которого можно будет заменить медведя, допустим? Я с Кудрином общался один раз, ну вот так, общались, и что он не услышал? Понимаете? Способ применения МДС до 2007 года большим компаниям был один, от маленьких компаний его что-то делают другое, поэтому я это просил в разных условиях. Он честный человек, у него очень хорошо работает глава, но его убеждения такие, что снижение налогов не является стимулирующим партоном. И вообще ни люди, ни компании стимулируемые не поддаются. Надо смотреть, что выросли, срезать лишнее, чтобы оно продолжало расти, но это оно не поддается стимулируемым. То есть он такой кинтианец настоящий. Поэтому по либеральному в нем то, что он честный, он готов равное применение налогов или равное применение законов, как все субъекты применения закона, наверное, к этому готовы. Ну, как мне показалось. Но у либерального особого я не очень заметил. Оппозиционеров вы его видите или нет? Как вы пытаетесь сейчас представлять? По которым вы пытаетесь? Вот его оборудование свистало? Народные 10 лет били по первому каналу, который говорил про монетизацию. Помните? Перекрытые Ленинградское шоссе. Когда искали защитничества, а защитничек оказался самым народом. Нет, политик… Но потом он не оратор. Нет, я его как политику не вижу, как человек в каком-нибудь варианте состава министром. Да, конечно. Но он уже был министром финансов. Он, кстати, очень здорово сдерживал вот эту путинскую команду от разворовывания денег. Вот его замысл старчака посадили, по сути, там 140 миллионов, потому что лишних захотели стереть из бюджета. На секретные минуты. Мы знаем эти секретные минуты. И старчак не дал это сделать, и его посадили в тюрьме продержать два года. Кудрин? Ну, не понятик. На мой взгляд. А его Медведев? Медведев? Ну, Медведев самостоятельно себя сложил в эти полномаши. 24 сентября. Вы думаете, он долго продержится премьера после инновации Кудрин? Думаю, что совсем нет. Думаю, что какое-то время он выполнил сложную задачу для Путина, потому что, наверное, Путина что-то вкусное. Вот. Но сам Медведев совершенно не агрессивный. То есть, если ему дать волю сделать так, как бы он хотел, это был бы такой, наверное, мягкий, такой более похожий на китайский вариант изменения в либеральную сторону. Понятно, там, со своими, там, тоже, там, друзьями, со своими офицами, но без бензасилия. Вот. Мне показалось изначально, что такой, вот, изначально Горбачёв всё и решился тенденцией, вот когда вот эта перестройка, когда частное предпринимательство, когда болёнки стало можно официально продавать, там был же от одного до семи процентов налог. Чаская индивидуальная деятельность. Это вот, это была, так как, гнилая копия китайской реформы. Представляешь, пять поколений, они спроецировали, как должны изменяться, уже к лучшему. На самом деле, это, так как, теоретические изменения. И Горбачёв попробовал, не получилось. Вот. Дельцы достаточно радикально. Многие вещи сделали. Во всяком случае, из-за закона о свободе торговли никто не голодал, как надо сказать. Хотя такая возможность, наверное, такая перспектива не лечилась. Вот. Мне показалось, что вот эти тоже хотят. Ну, надо честно признаться, нас всех, ну так мягко говоря, надулили. Очередной раз. И надулили и сейчас, и дальше надулили. И... Потому что, та либеральная сила, которая выходит на болотную и на Савково, они безлишне непосредственные, чтобы... Своего потребуют более жёсткую форму. В более жёсткой форме потребуют своего те, кому в какой-то момент дадут не вылюбить социального насобия. А знаете, какая задолженность по бюджетам? Я здесь недавно посмотрел цифры. Центральный региональный округ 6 млрд долларов, просрочную за должность. Северный 3, а всего около 15. 15 млрд долларов. Я думаю, что россияне не заплатили бюджета, и есть многие там гадали. Что с этим делать, никто не знает. Для этого было, по-моему, это. Если они 5 тысяч. И ещё у меня это не показатель показался очень странным. С конца 10-го года, который как бы был ещё после кризиса, когда ваше слово «кризис» вовсю произносилось с телевизора, до начала этого года, то есть полтора года, в полтора раза увеличилось количество людей, которые задерживаются буквы зарплаты. Это всё, например, и госсекор, и какой сектор. Вот. Во сколько обошлись выборы Российской Федерации? Я хочу напомнить, что в бюджете на 2012 год баррель нефти стоит как 95 долларов, и бюджет свёрстан, по-моему, при нём дефицит, но дефицит там небольшой, не 4%. Первый январь был исходя из, по-моему, полутора процентов дефицита бюджета, а уже за два месяца получилось. То есть, если там взять малькулятор и посчитать, а при этом добычи и продажи нефти больше, чем запланировано. Ну, то есть, сколько реально денег вспомнили на то, чтобы прийти к власти, это какой-то постпись. Это просто какой-то постпись. Чтобы вывести этих людей на улицу, чтобы они составили голосовать, чтобы со всеми расплатиться, в поляне выстричь, оно обошлось во многие-многие миллиарды долларов США. Какой-то момент, но, наверное, так не работает. Можно этот вопрос? Мы сейчас ушли в высокую политику, и если просто вернуться в бизнес, в интербизнесмен. Какой от вас из личного опыта был бы совет, с чего стоит начинать своё дело? Как делать первый шаг? Что самое главное в бизнесе? Вы для себя? Нет, для общего просто. Интересно. Просто очень много говорят, что стоит начинать своё дело, когда ты занимаешься своим бизнесом, это очень хорошо для экономики, ты зарабатываешь деньги, ты приносишь пользу государству. То есть ты не ходишь на государство и не висишь у него на шее, а ты что-то реально делаешь. Ну, надо думать о себе в первую очередь, приносить пользу себе. Государство своим пользой обязательно выкворит. Много проекта нет. То есть там вот именно никто не говорит, что на это делать, все говорят и где занимаются. Да нет, бизнес-литература, зайдите в Waterstone, там вот отсюда и да, её полно. И бизнес-истории там очень интересные, полно. Ну, не знаю. Я всегда... Все два раза, которые два бизнеса мы начинали, мы каждый раз знали, кто покупатель был. Сейчас мы даже меньше знаем, кто покупатель был. Т.е. изучение тех, кто будет тратить часть своего, эквивалент своего труда на то, что ты делаешь. Ну, там где-то товаров, сколько или что-то. Т.е. эти люди, они должны нравиться, и они должны быть понятны, они должны быть изучены. И это в первую очередь. Т.е. работать ради процесса, ну, это глупость. За каждым процессом есть живые люди. Вот насколько вы их изучите, поймёте. И вот на самом деле они должны нравиться. Если они не нравятся, то через какое-то время такой бизнес может привести к стрессу или даже к психическому расстройству. Т.е. нравиться должен сам бизнес, сам процесс или... Покупатель. Они должны нравиться. Т.е. к вам приходят, да, мы в гости, например, и они вам нравятся. А может быть, из этих гостей кто-нибудь, ну, особенно нравится. И понятно, что вы хотите, чтобы всё было вкусное, чтобы всё было больно, чтобы было горяченькое, чтобы всё было налито, чтобы музыка была хорошая, чтобы там не нужный свет приглушённости. Вот вы представьте себе, что у вас дома пришли дорогие гости, и постарайтесь сделать, как вам пришли домой. И это будет самая большая оплата с их стороны. Т.е. если переводить просто в бытовую отрасль, то есть вы пригласили, включили камин, если он у вас есть, там, налили больше вкусное вино, и, не знаю, её любимой вишню в сахаре, и, может быть, сейчас дали, что при помощи. Благодарность иногда может быть даже больше, чем выращивать. Так же надо и относиться к покупателям. Ну, как вот сегодня шёл у вас ставка один из как-то русский исполнительный директора, как раз говорит о том, что до него перестал потребитель и клиент быть в центре. Внимание, значит, ваш бизнес уникальный будет? Т.е. все уже дома смотрят на деньги, скорее, чем на страницы? Т.е. ты невольно начинаешь смотреть на деньги, надо себя бить по рукам. Т.е. невольно начинаешь смотреть на деньги, потому что деньги, они захватывают. И особенно, когда всё получается, и кажется, что это будет всегда. Кажется, что вот этот душ из денег, он не остановится, вот как-то под ним не вылежит. А, оказывается, надо всё время знать, где твой покупатель, и писать перед ним. Вот. И если есть, опять-таки, на что кушать, можно выбрать именно того покупателя, перед которым приятнее всего прислать, и который приятнее всего послужит. Кому-то реально приятно работать с огромной толпой. Когда ты ей говоришь «ааа», и дать его ответ «ааа», и «оаа», и «оа», и «оа». Ну вот, если да, если взять там опыт, да? Например. Вот, а кому-то, наоборот, как у маленькой семейной, есть маленькая семейная компания, которая существует 1300 лет, это стеклодуба из Италии. Это самая древняя частная компания, я не помню название. И там очередь, там года полтора, они работают. И вот они делают, вот эти тарелки, обязательно обреют ваша рель, обреют другую модель. Это отца, сына, правнуха, про правнуха, и у них всё семейное древнее. Вот они именно этим занимаются. Вот. Опять-таки, они точно знают, что вот ту штуку, которую они сделали, а её покупают уже 1300 лет, и если сделать ещё одну такую же тарелку, то придётся желать, который её с прожделением возьмёт. В чём меня сегодня? Да, и кардинальный пример, если взять Цукерберг. Когда вот это, можно серьёзное видео закачивать, туда обмениваться, то до этого такого-то числа все уходим из Фейсбука, такого-то не было несколько раз. Потом, как пошли картиночки, всё, никаких исходов из Фейсбука уже нет. Вот это яг-хунды, это яг-амек, это яг-храги, это яг-храги, вот они. Он их знает, он их изучает, и он очень им нравится. Он их всё время развлекает, он развлекает, упоёт, тешит, полует, добавляет всякие штуки и так далее. Ну как мы потеряли эту связь? Причём, что там, если шаги-то на официальную, мы же должны продолжать сходящую эту связь. Ну как будет цель, который поймёт, так сразу станет целью. Ваш шаги, не шагирующий, а как называющий максимум первой сети, это тоже было рассчитано на то, что вашему гипотетическому клиенту там, типа, где у кого... Нет, мы тогда об этом вообще не думали. Мы тогда вообще об этом думали. Мы просто сделали то, что нам нравится. Мы не могли это тогда подвести под эту научную основу и прочее. Мы действовали с ним. Ну так если совсем. Нам нужно было большое количество контактов в прессе, большое количество отзывов. Мы смотрели даже, что будет иметь сильные чемпионы. как говорил Черчилль, все, что не хролога, все работает в плюс. Поэтому мы совершенно не боялись если люди пишут, как это охватительное, как это ушастенье, низкое и пошло. Давайте пару заключительных вопросов. «Если у меня есть хорошая идея бизнеса, и мне нужны 3 миллиона долларов, мне нужны 3 миллиона долларов...» Вы знаете, сколько бизнес ангелов и сколько фаундрайзеров в мире? Там конкурс, тысяча человек на месте. Хотите представить больше, вы можете представить больше, но правильно, чтобы любая компания росла органично, ну вот, с стола, с пола, компьютера одного человека, второго человека, третьего. Еще раз хочу сказать, что у Цюкерберга не было 3 миллионов долларов. «Если бы это был единственный способ получения еды, то мне пришлось бы не написать, флагмировать, планировать, планировать, на которые он нажимает. Я бы играл отвратительно, и попал бы тот на еду. Вот. Потому что у меня нет слуха. И часто бы ошибался, но, наверное, что это все равно будет, как прокормление будет. Есть большая склонность, есть меньшая склонность, и оно все время активируется и восхитывается. И во всех случаях, что такое бизнес? Это в конечной службе, в случае это обслуживание каких-то людей. Будь даже нефтяная платформа, это все равно в итоге это обслуживание каких-то людей. То есть это вот тот корабль, который приклывает, куда они надо набить, и в порт, куда это отправится, и пока они разговаривают друг с другом. Это все равно, это все стыковки, это все общение и обслуживание. Это на любой стадии бизнеса это общение между людьми. Если ты в состоянии принять гостей дома и их обслужить, ты в состоянии заниматься бизнесом. Мне кажется так. Это естественно в каждом, это естественно влежит в природе человека. Просто увлекшись средствами массовой информации, заигрывая социал-популизм в последние сто с четвертых лет, а хитрые люди, рыбущиеся к власти, дали понять, что существует иной способ. Массовый разум, коллективный разум, коллективные ценности, коллективные владения и так далее. Они сбили с тантологии очень много людей со слабой нервной системой, со слабой психикой, людей просто откровенно ленивых, которые за это все спрятались, просто не захотели в какой-то момент зарослеть. Телевизор, мистерпанк, отлично. Поэтому бизнесом великим, когда Цутербергов, это единицы, маньяков, которые могут улавливать, предугадывать, даже не улавливать, а предугадывать мысли, чувства сотен миллионов людей, гений, фрукмалов, а людей, у которых отличной пиццерии, много. И отличный магазин по продаже детской одежды, которые приносят деньги, таких людей много. Вы вот видите, посмотрите ряд на улице, но каждый пятый денег потерял, а четыре из пяти их заработали. Потому что они сделали чуть лучше, чем остальные, потому что у них есть что-то уникальное, ничего нет для остальных. – Какие два еще других деталей любого бизнеса будут назвать? То есть, первый кейт – это фокус на вашего клиента, какие окроме того, вы должны его реально любить, вам должно быть на него работать. А какие еще два? Те, кто будут с тобой, это все делать, это очень важно. Потому что люди, которые рядом с тобой, которые с тобой в команде, это, ну просто, ну без них вообще ничего не получится. Даже если у тебя бизнес состоит из того, что ты всего один консультант, имени самого себя, тебе все равно нужен, если ты великий, хороший консультант, и кто-то должен концентрироваться на консультировании, но кто-то должен выбрать твое расписание, кто-то должен правильно продать твою услугу, а кто-то должен посчитать правильные твои налоги, чтобы ты не консультировал людей, соседей по камере. Еще нужно? – Это второй. – День. – День. – День. – День. – День. – День. – День.